В этом выпуске автопробег по дачам России продолжается. День седьмой. Черемшанка против энергосбыта. В разгар сезона отпусков программа «Удачные заметки» расширяет кругозор и отправляется в большое автопутешествие по дачам России. В конце июня мы отправились снимать «Удачные заметки» в другие регионы. За 25 дней пути мы проехали 11 тысяч километров на юго-восток и посмотрели, как живут дачники и растения и воды от Самары до Магадана. Каждый день на дорогу мы тратили 5-6 часов. Остальное время с видеокамерами исследовали садовые товарищества. Вот. А здесь у нас помидорки. Это вот «Воловье сердце». Это вот с Украины привезенные семена подружка привезла. А это вот «Путин». Шашлык, да? Шашлык. Мяса много, понимаешь? Когда много сочного мяса. Оближаем. И до 6 часов, если вы. Уже пока не падает. Мы сюда приехали. Климат был. 62 градуса мороза. Техника вставала. Да. Машины не заводились. Да. Вот такое было. Мы проехали через Башкирские, Курганские, Челябинские, Омские, Красноярские, Иркутские, Бурятские, Якутские, Магаданские сады и огороды. В дороге мы охотились на овощные и фруктовые эксклюзивы. Местные сторожилы делились, что растет, а что нет, каким способом возделывается земля и как организовано дачное хозяйство. Сегодня десятый день нашего автопробега. Мы проехали уже половину пути, а это около 5000 километров. Экватор проходит через озеро Байкал. Мы ночью на пароме пересекли это озеро и остановились на острове Ольхон. Интересно, что здесь растет на местных огородах. Экипаж из трех человек. Журналиста Марина Барковой, оператора Елизаветы Барковой и путешественника Алексея Жирухина. Опытный пилот на своем внедорожнике побывал уже в 29 странах мира. Но всю сложность трассы Колыма ему пришлось испытать впервые. Привет, губерния! Мы на финишной прямой. Позади 20 дней пути и 8000 километров. Мы на трассе Колыма. Самой сложной, но самой интересной части нашего путешествия. Пожелайте нам удачи. Автопробег по дачам России длился около месяца. Мы благополучно вернулись домой и теперь каждую неделю будем рассказывать о том, что увидели. Пока! Передавай привет мамке! В прошлом выпуске мы побывали в гостях у огородников Кемеровской области. Следующая остановка автопробега Самара-Магадан под Красноярском. Не стартая ситуация, ночью была гроза, ливень и силовой кабель. Пробило силовой кабель, вот нам пришлось. А он под землей был. Председателя садового товарищества Черемшанка и его помощников мы застали у трансформатора за ремонтными работами. Ночью здесь была сильная гроза. Старый кабель под землей замкнуло и почти тысяча садоводов осталось без электричества. По ходу дела мы узнали, что эта трансформаторная будка не только источник электроэнергии, но и причина гигантского долга перед энергетической компанией. Все СНТ существует на членских и целевых вносах садоводов. Бюджет нашего СНТ, бюджет на год в пределах миллиона. То есть это и дороги, и содержание электролиний, вывоз мусора, ну и так техники всякие, ну бывает. Ну, вода, подача воды? Нет, подача воды здесь у нас осуществляется у каждого садовода индивидуально, у каждого скважина. Соответственно, мы зависим от подачи электроэнергии. Долг садового товарищества перед энергосбытом на сегодняшний день составляет около 6 миллионов рублей. По мнению самих жителей, долги на них повесили незаконно. Эти ребята, которые обслуживают подстанцию, они раз в год должны приехать, посмотреть уровень масла, крепеж, где там прославло, не прославло. И вот эти вот приборы учета, трансформаторы тока, счетчик, имеют свой срок от проверки до поверки. Они 9 лет не приезжали, не обслуживали, ну, может, обслуживали что-то в аварийной ситуации, да, но вот инструментального контроля этого не проводили. Инженер-электрик Александр Шукшин постоянно живет здесь 10 лет. И сам неоднократно устранял аварии и неполадки, связанные с электричеством. В прошлом году он неожиданно узнал, что трансформатор оказывается просрочен. И на Садовое товарищество красноярскими энергосетями наложен внушительный штраф. Мы сняли эти трансформаторы тока, отдали в госповерительную лабораторию, там признали их годными и продлили срок службы до 2022 года. А, ну, все. Поэтому мы с решением, с их претензией не согласны. Они подают в арбитражный суд. Суд принимает их в сторону. Нам присуждает 5 миллионов. Не пригласив, не уведомив и не заслушав противную сторону. После ряда проигранных судов садоводы самостоятельно заменили трансформаторы тока, обновили оборудование. Но попытка примирения закончилась новым долгом. Мы уже маленько стали пограмотнее. Написали заявление, просим нас включить, опломбировать их и пустить в эксплуатацию. 15 дней календарных рабочих дней. Через 15 дней не приезжают, еще приезжают. Ну, почему не приехали? Вы неправильно написали заявление. Только на вашем жабланке, как неправильно, что там? Шесть раз он писал это заявление. Через четыре месяца не приехали, опломбировали. И еще сколько там? 400 тысяч? Почти 500 тысяч. Почти 500 тысяч еще за этот период по мощности насчитали. На общем собрании садоводы уже решили сдаться и начать гасить непонятно, как свалившийся на них долг. Постановили для начала собрать по 15 тысяч с каждого участка. За что штрафы платить? За то, что они не обслужили вам? У нас неделю не было электроэнергии. Здесь живут люди. Вот я прописан здесь. Я здесь прописан. Мне больше жить не надо. И таких 30 человек. За прошедшую неделю мы были третьей съемочной группой в гостях у красноярских садоводов. В отличие от местных телеканалов мы не знали, что война с поставщиком электроэнергии идет нешуточная. Садовое некоммерческое товарищество Черемшанка расположено в 30 километрах от Красноярска. В его составе 600 участков по 6 соток. Летом сюда ходят рейсовые автобусы. Даже в зимний период здесь живет 45 семей. В летний проживает около тысячи человек. Все без исключения выращивают картофель. Крылатое выражение «картофель – это второй хлеб» точно про Черемшанцев. Чтобы объяснить причину этой традиции, красноярский огородник демонстрирует свои мобильные фото. На них рекордный показатель зимней температуры воздуха. Красноярские садоводы зачем-то строят высокие терема. Отгораживаются такими же высокими заборами. Запасы всех выращиваемых овощей красноярцы хранят здесь же. В самых глубоких подвалах. Традиционно картофель, лук, чеснок, морковь, помидоры, огурцы. В основном у всех теплицы есть еще. Томаты, огурцы и перцы здесь растут только в теплицах. Потому что в мае и уже в августе здесь бывают заморозки, несовместимые с жизнью теплолюбивых растений. Бывает, что свою любимую картошечку в сентябре красноярцы выкапывают уже из-под снега. Вот тут вот, видите, большие вот эти кусты. Это вот попалась, видимо, тут эта, сорокодневка у нас. Она такая белая и красными глазками. Иди будешь тоже в кино сниматься. Вот, раскрывай их. Видите, она что одна, это желтая. Она очень как бы такая рассыпчатая, да? А колпашинская она тоже, видите, она такая желтоватая, что тоже она как бы желтая, но она более твердая при варке, там, при всем вот этой. Фельдшер скорой помощи Анастасия Бизина живет здесь с родителями и двумя детьми уже пятый год. Овощеводство ей пришлось осваивать одновременно с переездом в загородный дом. Даже начинающий огородник вам скажет, что овощи в Красноярском крае можно вырастить только в теплицах, оборудованных инфракрасными обогревателями. Поэтому теплиц на каждом участке как минимум три. Ну, в общем, соседи вам что говорят, какие томаты нужно сажать? Ну, вот я не знаю, вот потихоньку. Вот я говорю, что вот они Катю садят, Клушу и еще какой-то сорт. Они тоже сраньеспелый какой-то садят. Из ягод в первых числах июля созревает садовая земляника и жимолость. Малина, смородина черная и красная. Крыжовник тоже радует садоводов, но чуть позже. Выращивать плодовые деревья здесь невыгодно, они вымерзают. А вот вишни и черемуха растут сами по себе и плодоносят без особого ухода. А мы движемся дальше, на восток Сибири. В следующем выпуске мы остановимся в Иркутской области. Полная видеоверсия автопутешествия по дачам России на канале YouTube и сайте губерниатв.ру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова